Друзья, приветствую всех на канале AtomonoFly. Сегодня я хочу с вами видео вам рассказать о колоколах, которые бьют по всей Германии. Если вы проживаете на территории Германии, то я в любом случае уверен в 100%, что вы слышали, как в вашем городе, в вашей деревне ежечасно, и не только ежечасно, звучит колокол, который бьет определенное количество раз. И что это означает, вы узнаете в сегодняшнем видео. Почему я снимаю это видео? Потому что, не знаю, я просто неоднократно встречал тех людей, которые не знают одно из предназначений колоколов, их звон, и здесь в Германии. То есть любая кирха, любая так называемая церковь имеет колокол. В нашем городе Апольдо их целых три, и поэтому три раза ежечасно и не только звучат колокола. Сделали небольшую паузу между этими звуками, для того, чтобы это не сливалось все воедино. То есть каждый колокол звенит в 30 секундах от другого. То есть небольшая разница между ними есть. Я думаю, что это сделано специально, чтобы каждый раз можно было слышать каждому человеку, кто проживает в той или иной части города, звук этих колоколов. Но я думаю, никогда никто не задавался вопросом, для чего они предназначены. И я не думаю, что они предназначены для того, чтобы разгонять злых духов, либо еще что-то подобное. Нет, они предназначены для другого. И одно из предназначений колоколов заключается в следующем. Если вы более наблюдательный человек, то вы слышали, что колокол звучит чаще, чем один раз в час. Он звучит, колокол, каждые 15 минут. И каждые 15 минут он обозначает время. И давайте смоделируем такую ситуацию, когда вы в городе, в незнакомом городе, у вас нет часов на руках, вообще нет часов на руках. У вас села батарея в сотовом телефоне, и вы не можете посмотреть, сколько время. Один из вариантов спросить у прохожих. Ну, если это ночь, давайте смоделируем немножечко по другому ситуацию. Вы ночью в совершенно незнакомом для вас городе, даже в вашем городе, где вы проживаете, нет никого вокруг, чтобы спросить, сколько времени. У вас разряжен телефон, вы не можете посмотреть, у вас нет нигде поблизости часов, на которые вы можете посмотреть. У вас нет нигде поблизости церквей, потому что там всегда установлены циферблаты, и в ночное время они подсвечиваются, там тоже можно посмотреть время. Но вы слышите звук колоколов, которые раздаются с разных сторон, если это, допустим, город с несколькими кирхами. И вы можете сориентироваться, сколько сейчас времени. Как это сделать? Все очень просто. Колокол бьет, как я сказал, каждые 15 минут. Когда проходит 15 минут, есть два тональности колоколов. Давайте начнем с этого. Две тональности колоколов. Один колокол звучит менее громко, другой более громко. Вот тот колокол, который звучит менее громко, он бьет каждые 15 минут. Прошло 15 минут от часа, первые 15 минут один удар. Еще прошло 15 минут, то есть половина часа прошло два удара. Еще 15 минут прошло, то есть треть часа прошла, еще один удар дополняется, получается три удара. Когда прошел полностью час, то вот этот менее громкий колокол бьет 4 раза, то есть это час, 4 раза по 15 минут, и потом уже в действие вступает большой колокол, более громкий. И он, этот большой колокол, пробивает то количество часов, которое сейчас есть на данный момент. Да, то есть если сейчас, допустим, у нас 12 часов ночи, то вы сначала услышите 4 раза пройдет менее звонкий колокол, и потом 12 раз пройдет более звонкий колокол, тем самым вы сориентируетесь, что сейчас у нас время приблизительно 12 часов. Если вы слышите один раз, то в любом случае, гуляя по городу, пройдет какое-то время, вы услышите второй раз, вы услышите третий раз, и в конце концов вы услышите, как пробьет количество звуков колокола, более громкого колокола, и подскажет вам, какое сейчас время. Вот такая у меня небольшая короткая информация, возможно, вы ее знали, те, кто проживает в Германии, возможно, вы ее не знали, но я сталкивался с теми людьми, которые не знали об этом, и были удивлены, когда я им рассказывал, что могу определить, сколько сейчас времени, что время там 15 минут, 30 минут, и они были просто удивлены. Поэтому эту информацию я решил донести вам, так как, проживая на территории России, колокола там звонят только в православные праздники, либо, если что-то случалось, это раньше они звонили, да, сейчас только в православные праздники можно услышать звон колоколов. Здесь же это регулярно. Если вам эта информация была интересна, либо полезна, то, как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал Артамонов Лайф, я желаю вам всего доброго, всего хорошего, смотрите мои новые видео, и до встречи, мы еще с вами обязательно увидимся. Безвальд, тюс!